Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйма и продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды, я смотрю мне скинули до лиги сегунов 2 звезды, сразу же пока без всяких выполнения заданий я попробую ребят здесь пробиться, прорваться как говорится вперед. Вот, сегодня у нас что, сегодня у нас четверг, а как говорится конь еще не валялся, поэтому нам нужно очень быстро как-то пробуститься, я не знаю, потому что всегда вот так у нас получается, у нас начало недели более активной, да, а конец недели какой-то знаешь на расслабоне, как будто ты уже на первом месте в топчике сидишь и можешь себе позволить спокойненько забить болца, как говорится, и попивая там мартини, лежа в кроватке. Ни о чем не успокоиться нет, конечно же нет, ребят, здесь такая фишка не прокатывает, здесь постоянно нужно быть на стреме, и вот один из стремов начинается вот сегодня. Опять же, ребята, перед работой все это делается, наспех, но я думаю, что все у нас получится, блин, ну что такое, давай разбираем, отлично. Так, полчаса, я надеюсь, я уложусь в это время, и надо будет уже лепетать, и я надеюсь, по крайней мере, что мы дойдем до Лиги Мастеров, ну не знаю, две звезды будет сегодня светить нам или нет, но Луна нам точно светить сегодня будет. Так, давай сделаем так, Микеланджело, да, там у нас? Ну, для этого я возьму тогда Армагона, чтобы тут долго не сюсюкаться с ними сразу. Взять, как говорится, волном и звездануть по ним. А вот они стоят, супостаты эти все, и начинаем. Замечательно, просто шикарно. Ну, в Армагоне я и не сомневался, если честно. Я бы мог в ком угодно, ну не считая, конечно, Маузеров, там еще кого-нибудь, сомневаться, но только не в Армагоне. Так, сдайте-ка мне, вот, 1621 пока есть, будем использовать. Если я возьму, например, Бакстера. Ну, Бакстер, он такая, ребят, темная лошадка, если честно. Он может вывести нашу команду либо в топ, либо утопить это все в сортире. Все наше везение. Вот здесь вот, например, Кирби, а, паршивец. Ну, все, сейчас начнется, ребят. Ну, куда ты лезешь-то? Ну, куда ты лезешь, блин? Посмотри, а. Ладно, этот от постепенного урона, я думаю, от дуплицы. Давай-ка лево. Ну, конечно же. Ну, хоть флакончик-то брось его, хоть как-то. Ну, наконец-то, дожили, е-мое. Да, у Арфаэля очень было мало жизни, поэтому я переживал, что его сейчас накажут. Ну, вот, мы вернулись в Лигу Сегунов 3 звезды. Это уже хороший знак, ребят, но этого маловато будет. Маловато. Поэтому давай двигаться дальше. И возьмем Лео. Берем Леонарда, ну... Ну, что я тебе скажу? Леонарда 50 на 50. Он может так же, как и Бакстер. Либо уничтожить противников с одного удара, либо... Кого-нибудь оставить, и этот кто-нибудь начнет тут... Вот об этом я и говорил. Ну-ка, давай-ка, кричи, Кирби. Да ладно, Донни выжил, а. Хотя, чего удивляемся? Донателло у нас постоянно. Он такой пройдоха всегда выживает. Он выживает даже от суперударов порой. А мы хотим, чтобы он от какого-то вшивого крика Кирби упал. Нет. Такого не бывает. Так, 16-21. В принципе, должны как бы меня уже перевести на следующий ранг. Но что-то этого не происходит. Это не делается. И я тебе скажу следующее. Тут Хан 58 уровня. Будет ли он тут выпендриваться? По своей, опять же, ребята, инициативе. Ну, если мы успели с тобой поставить Рафаэля, то, значит, ничего он нам здесь такого не сделает. Плюс сюрикены. Пит упал, и это главное. А вот теперь пошла разборка. Естественно, Рафаэль начинает контрить. Упал. Так, ну, это вряд ли, конечно, сможет завалить. А если вот так вот сделаем? Нормально. В принципе, все, ребята, получилось. Так. Хотелось бы, конечно, 50-е место. Но дает нам всего лишь 63-е. Погнали. Может быть, пора, что все-таки 16-22-то? Вот. Возьму Зэка и возьму Ваньку. Зэка взяли только лишь для того, чтобы он, ребята, немножко их покоцал. Ну, и с возможностью замедления времени по инициативе. Короче, немножко им опустить их инициативу. Так, прекрасно. И тут из базуки выстрел. Есть. А что еще можно пожелать? Ничего. Только победу, как говорится, да? Да. Огромных парусов. Причем здесь паруса, вообще не понимаю. Так, для связки слов. Ну что, 16-22. Тут Микеланджело, правда, 65-го уровня. Так. Подожди. А Маузер исправится? Сами-то по себе. Может быть, нам взять перестраховку, на всякий случай? Ну, Маузер и сотка. Плюс прокачанная массовая атака до шестой ступени. До седьмой ступени, ребят. Должны ушатывать шестидесятых только шорох. А, в принципе, так и происходит. Можно было, конечно, по укусу им взять, но я, ребята, перестраховался. Знаешь, как говорится, и палка раз в жизни стреляет. Так что, пускай будет. И опять они мне уменьшают количество. Так, берем, короче, Макмана. И здесь Кожеголовый будет у нас еще идти. Нормально. Макман и Кожеголовый, ну, сгодится. Так, поехали. Вырубили и раздавили Ваню. Как просто, как таракана. Он его раздавил, конечно. Этот люк еще присосался к нему, к ноге. Ну что, Лига Мастеров сегодня будет или нет, а? Такое впечатление, что мы идем к ней, к ней просто вечность, к этой Лиге. Просто вечность. Так, берем майки. Угу. Так. Так и так. Но бойцов, в принципе, еще хватает. Я думаю, что все будет окей. Лигу Мастеров две звезды, конечно, бы хотелось бы получить. Но это уже вряд ли получится. Это уже вряд ли получится. Так, давай Торнадо. Четко. Четенько всех тут разнесли. Третья позиция. Ну, е-мое, ну. Что же так долго-то у нас? Так, 16.22. Ну, поехали. Возьмем Супер Шредера. Пиццелицева. Раз, два, три. Супер Шредер и Пиццелицы. Ну, Пиццелицы так себе. Вот Супер Шредер, единственное, что может, конечно, тут шороху надавать ему. Слушай, нормально так шороху надавал. Ха. Прекрасно. Ну, вот, наконец-то мы вернулись, ребят, с вами в Лигу Мастеров. Но... Цель как бы две звездочки все-таки получить. Одна меня не устраивает. Ну, что, у нас тут остается Крэнк. Крэнк один, что ли, у нас будет? М-м-м. А больше нам пока... Нет, можно через откат, конечно, сейчас пойти. Нам, наверное, так и придется сейчас сделать. А именно... Брать Маузеров, скорее всего. Кого еще можно будет? Армагона взять? Лео? Блин. Крэнк. Ну, кто знал, что ты такой мощный, блин? Так звезданул. А мы, кстати, Крэнгу можем прокачать до седьмой ступени? Его суператаку или нет? Ну-ка, дай-ка я гляну. Так, Крэнк. Дай-ка я гляну твои навыки. А, так у нас и так, ребят, до последней ступени. Слушай, так что же получается у нас... У нас получается и у Крэнга, и у Маузеров. А у Шрэдера... А ну-ка, подожди-ка. С Шрэдером мы вкачивали до последней ступени? Нет. Вот, ребята, Шрэдеру-то как раз надо будет прокачать. Для этого нам нужно найти вот эти вот... Я даже не знаю, как это называется у нас. А, слизизащитные очки. Вот. Если мы, например, сейчас с тобой их найдем... Если найдем. 25 штук. Ну, конечно, дофига придется тут рыскать. Да. Нет, походу, сегодня мы точно не найдем, потому что, ну, видишь сам. Очень-очень тяжело это все находится. Так. Это комикс из канализации. Так, сколько нам еще надо? Давай-ка посмотрим. Твою налево. Еще че... Сколько? 14, да? Не, ребята, ну это слишком дофига. Ладно, давай пока оставим эту затею. Потом как-нибудь... Здесь пока заберем награды наши. Так, поднять уровень персонажа... А, пройти серию испытаний. Давай пробежимся по серии испытаний. Сделаем так. Так, вот так. Сюда. И... И вот так. А так бы, да, ребят, до седьмой ступени прокачать шредеру, супер-шредеру атаку, он вообще был бы, наверное, топово. Бамбашил бы. Ну-ка, давай-ка колесико зарядим. Есть минус кирби. А если мы сделаем так вот? Постепеночка. И добивка. Так, переходим на вторую волну плавненько и смотрим, что у нас тут. Мутагеноид плюс... Змея-карай. Ну-ка, давай лучом. А вот этот луч почему-то, ребят, к сожалению, очень слабый. Очень слабый. Ну-ка, давай добьешь. Минус. Да давай валуном фиксим. Не буду я с ним тут рассусоливать. Слишком долго. Идеально. То есть, по-моему, нам надо будет что? Поднять только уровень персонажей, если я не ошибаюсь. И, в принципе... Да, поднять уровень персонажей и женихки у нас все выполнены будут. Так, пицелицы же, да, у нас? Да, пицелицы. Получает 86 уровень. Здесь забираем остатки. И что у нас? Продолжаем, ребята, арену. Конечно же. Надо ее добить. Надо ее добить. Так, с вашего позволения, я возьму по откатам маузеров. Возьму и, наверное, возьму здесь усаги. Слушай, довольно большое количество персонажей у нас еще остается. Может быть, мы приблизимся очень даже сильно к лиге мастеров. Две звезды. Должно получиться. Красавчик. Маузер, конечно, красавчик. Тут не поспоришь. Просто с одного набега вынес их. Ну, если 60-я позиция, то... О, нормально. А давай повторим. Давай-ка мы, наверное, повторим. Я возьму, опять же, одних маузеров сейчас. И с ними пойдет. Раз, два, три, четыре. Есть, конечно, какие-то определенные риски. Понимаешь, кого у нас не добивает маузер, ребята? Лишь тех, у кого есть очень высокосопротивляемость именно к этому классу. Если такие находятся в команде, то, соответственно, маузер их с меньшей вероятностью сможет сразу добить. А в остальном... А в остальном он практически, ребята, любого выносит. Так что... Все очень даже хорошо. Ну что, давай еще разок. Где они у нас там? Вот, еще раз маузеры. А, нет. Нет, 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 нет. Не получится, ребят. Потому что уже... Уже, как мы видим, пошли 70-е, 72-е уровни. То есть... Ну, я не знаю, сможет ли он, конечно, 70-ников валить. Именно 70-плюс, да? Даже небольшим. Но пока ему под силу. Пока под силу. Зачем я тогда брал вот этих всех 70-ников? Не понимаю. Так, 30-ку дашь? 33-й, да? Хорошо. Во, 17-23. Это уже, ребят, предпоследнее максимальное количество кубков. И бойцов у нас осталось на поединка 3-4, ну, максимум 5. А это говорит о том, что мы сегодня сможем успеем, ребят, забраться до Лиги Мастеров. Все-таки 2 звезды, 5 поединков, даже по десятке себе берем. У нас сейчас... Сейчас 35-й ранг, да? Вполне. Вполне должно получиться. Давай, кужи головой. Не зря я тебя брал. Вот здесь, как говорится, он пригодился нам. Здесь пригодился, и здесь, как говорится, он всю свою мощь и свой весь пыл выложил по полной программе. Так, 18-я позиция. Угу. Ну что, Лео вперед. Маузер вперед. Раз, два, три. Погнали. Давай-ка вылуплять. Ну, видишь, раз на раз не приходится. Кого-то он вырубается одного удара, кого-то приходится, ребят, помурыжить еще. Но пока все в пределах нормы идет. Ну что, четвертая позиция. Это говорит о том, что нам остается лишь один поединок сейчас провести. И мы уже будем с тобой в Лиге Мастеров 2 звездочки. Куда я сегодня, в принципе, и планировал попасть. Так, Маузеры плюс Армагон, да? Вообще, вообще, Крошет никого не спрашивает ни о чем. Молодцы, Маузеры, красавчики. Вот так вот и держите, пожалуйста, планку. А мы уже переходим, ребят, в Лигу Мастеров 2 звезды. 70-ю позицию, если получим, уже будет хорошо. Но это если получим. Хотя все шансы есть. Раз, два, три. Слушай, у нас останется всего лишь один поединок впереди еще. Поехали. Давай, пробивным, делай. Добиваешь? Все. Все, друзья мои. Все сделано идеально. И мы переходим на последний поединок для нас. 78-е место. Ну, я тебе говорил, хотя бы 70-е взять. Это было бы уже круто. А мы возьмем. Возьму Маузеров. Возьму здесь Армагона. И вот они, последние три. Три наших неиспользованных бойца. Ну что, погнали. Сможет ли Маузер вырубить всех сразу? Как думаешь? Не смог. Ну, это уже не столь важно, потому что, все, ребят. Это был на сегодня последний у нас бой. 70-е место. 100% у нас будет. Даже 64-е. Я думаю, серия 2. И мы, ребят, с вами уже будем в топчике сидеть. Будем сидеть с вами в топчике. Не забывайте, ребят, что на этой неделе в Эксперте и усилении технодрома. Кто фармит Крэнга, не пропускаем это событие. Да. А на сегодня все, друзья мои. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok